привет друзья сегодняшний видео продолжение предыдущего только в предыдущем мы готовили пылики а сейчас будем варенку в общем бюджетные бойлы для ранней весны запахом краб я привожу пример сразу вам скажу что я буду готовить бойлы из расчета того что на 4 килограмма поэтому все пропорции даны исходя из этого то есть я не готовлю по килограмму поэтому не считаю нужным малом количестве делать бойлы сразу же делаешь одну партию сделал и потом уже ее тестишь и рыбачь поэтому мне удобно так и так варенка я хочу приготовить варенку естественно примерно с такой же базой как и в предыдущем видео и буду делать упор на рыбную муку рыбную муку 900 грамм конопля 800 грамм обжаренная я сам подготовил купленный в рыболовном магазине зерна конопли для рыбалки также я использую манку 250 грамм это в сорт симолина манка щебекинская почему симолина потому что из разных сортов лучше всего манку делать брать 250 грамм для того чтобы не окислялась естественно конопля рыбная мука и все остальное я буду добавлять антиоксидант антиоксидант у меня будет служить аскорбиновая кислота продается в аптеках 20 грамма на 4 килограмм смеси сухое молоко 200 грамм я буду использовать ее в этом году хочу поэкспериментировать с кормовыми дрожжем кормовые дрожжи я обычно купил но на обычно где корма для животных здесь 200 грамм здесь у меня насыпано по 200 грамм 2 муки 1 соевая другая кукурузная но естественнее сам купил отдельно свое ведро кукуруза отработал то есть вымыл высушил духовке чуть-чуть поджарил перемолол дома то есть все своего производства ну и в принципе мне кажется даже еще душистее аромат не это ну как который сам делаешь она не обезжиренная конечно но в принципе я ее немного поджариваю чтобы не жареная вот именно чтобы вот к этому ближе процессу что такая вот отдавал свои пахучие масла и все остальное зерна ну и перимал кому интересно по ссылке переходить как я подготавливаю зерновые для того чтобы готовить бойлы и смотрите видео так как я буду готовить для ранней весны здесь у меня два перца по 100 грамм на 4 килограмма один чили и 2 куркума чили естественно аттрактант мощный куркума это больше как краситель ну и здесь белый вот пятнышко это фадон 30 грамм для того чтобы фадона это она выступает как бы пищевая палочка есть когда хлеб с черным становится быстро когда мука не очень качественно то в принципе это происходит с хлебом фадон останавливает процесс поэтому я ее добавляю ну и в принципе получилось разноцветная масса которую я тщательно сейчас перед тем как добавлять сюда жидкую часть перемешаю чтобы не было комков и хорошо перемешался ингредиенты между собой итак ребят мне очень часто начали задавать вопросы по ингредиентам которые добавляю в бойлы поэтому маленьких отрезков видео я буду отвечать на те вопросы которые пишите под видео и в принципе пишите в руках для того чтобы ответить на ваши вопросы одним разом и так глицерин глицерин я беру глицерин ч беру я его на базе химической я забил город когда его искал в поисковике гула и забил продаж глицерина очень много химических баз продают его по 10 литров и больше развесом я нашел ту который мне продаст килограмм вот в этой банке развес глицерин ч по госту сделан он пищевой глицерин используется как косметологии в авто промышленности так и в принципе для пищевой промышленности в нем вес не то кило двести но по миллилитрам здесь тысячи миллилитров также где можно еще взять глицерин глицерин можно взять во всех аптеках подается по 25 миллилитров такие маленькие флакончики но это больше раствор глицерина чем чистый глицерин также глицерин можно вам поискать где он продает для курева вейпы вот если вы видели идут по улице курят и у них такой вроде бы такой приятный дым идет вот они вы курят как раз они заправляют этим глицерином и в принципе ароматизаторами кабельки очень активно пользуются это пищевой глицерин который используется в этом и также там в эти же магазинах покупают некоторые и всякие запахи там бананы апельсины все по все прочее вот это то что касается глицерина ищите и найдете свой вариант второе часто спрашивать начали про чектоник ребят когда вы ищите чектоник то в принципе вам достаточно забить кормовые базы или корма для животных и у вас в принципе выйдут оптовые базы кормов но сядьте не поленитесь позвоните их спросить чектоник продаете вот я именно так нашел чектоник в этом году потому что потерял то где точку где раньше продавал и в принципе нашел также ну база кормов назывался у меня эта база я позвонил если что не конец когда есть литровый 1150 рублей стоит а глицерин 300 рублей в этом году эта банка вот 1150 и спрашивает для чего он вообще нужен вы можете его применять и не приметит на ваше усмотрение но я покупаю чуть только вы добавляю как прикормка такой бойлы в качестве аминокислот почитайте его состав здесь огромное количество именно аминокислот витамин минерал все остальное для чего он карпу но каждое животное существо когда употребляет что-то в пищу он употребляет с пищевой ценностью и естественно он не различает там какую-то специальную кислоту в отдельном спектре еще что то такое то есть но если он употребляет и там кукуруза зерновые там личинки что-то еще то в этом корме уже содержится эти аминокислоты поэтому он уже исторически восполняет свои вещи живым корм который есть в водоеме а для того чтобы привлечь его как раз мы добавляем аминокислоты в чистом виде чтобы карп быстрее находил нашу насадку наша цель же быстрее привлечь его на точку вот для этого использует чертоник который богат аминокислотами но и прочими ингредиентами и кстати но в нем расписано по составу все увидите что в него входит в отличие от амина всяких комплексов которые продаются магазине в рыболовных там всегда состав расписан подробно также для катки бойлов я активно использую для пыликов кукурузный патк кукурузный патк к это натуральный заменитель сахара подкластитель и в принципе он предменяется очень часто в пищевой промышленности естественно в кондитерской промышленности и вы можете его также там же найти где его найти ну можно поискать по авито можно поискать на местах рыболовных форумов поспрашивать людей которые занимаются бодро строение наверняка есть кто-то в регионе которые этим эта вещь торгует обычно люди которые торгуют курузной паткой они же и торгуют и миласы миласу я в принципе сейчас варенку не добавляю так как это связано с тем что там бывают бактерии которые при хранении не очень хорошо влиять на варенку а в пылики я добавляю пыльки в каменьем высыхает и в принципе нормально все ведут но не все это добавляют это мое личное потому что я когда бюджетной бойлы и миласа она дешево стоит я недавно видел миласу таких петлитровых баклажках в обычных магазинах для кормов где я покупал чихтоник там я думаю не разбавленные не рыбные не с всякими запахами чистая миласа продается также можно спрашивать по знакомым также мало миласу я использую с той точки зрения что без миласы производные делают бетаин мне я не использую чистый бетаин потому что это очень дорого может быть в чистом виде в жидком виде бетаин но всегда он очень дорого стоит поэтому я использую миласу как вот производную как содержащие бетаин в миласе много полезных веществ когда вы киа катаю пыльки я всегда ее добавляю в небольших количествах на 2 ли это 4 не ли это который я использую очень часто в бойлах и так ребят переходим к второй части вареные было жидкая часть бюджетные самый главный бюджетные в этом слове и вообще в этом видео бюджетные самое главное и так я уже сюда налил в чашку 100 грамм глицерина для скатки был очень хорошая вещь всегда добавляю если 4 килограмма сухой массы 20-25 грамм 100 грамм как раз расчет эссенция я взял эссенцию в обычном магазине для хлеба пекарм краб ну даст добавляю чуть-чуть 30 грамм где-то он получается мне там 4 четыре с половиной килограмм бойлов ну что такое не ядовитый было вот как них пахло прям ядрен как мы любим вот раз открыл пакет и нюхаешь эти был нет ребят лучше сделаю запах такой мягкий маленький мед 100 грамм мед как консервант подсластителя у меня здесь разбавлен я буду забавлять диоксид титана чтобы возле сеть так как очень много рыбной муки она серая все-таки хотел светлой было светло-желтоватый сделать поэтому 15 грамм диоксид титана но в чистом виде не наводится он разбавляется чуть в теплой воде поэтому здесь чуть-чуть добавил воды теплой размешал грамм там 30-40 у меня получилось такое но еще будет размешиваться я думаю не весь порошок до конца размешался к сожалению я добавлю 100 грамм чектоника аминокислоты на раннюю весну как раз очень нужны и я добавлю соль именно сюда но у меня не соль у меня глютамат натрия 50 грамм чтобы растворил здесь хочу ну и принципе самый массовый ингредиент который нам нужен у меня здесь 15 яиц да лучше яйца брать конечно домашние у кого есть домашние но при бюджетных бойлах еще что дешевле поэтому я в пятерке взял ну и в принципе блендером самая быстрая тема взбить все это ну что замешиваем свои наши бойлы варенку я добавляю сюда большую часть воды оставляю чуть-чуть жидкой части там при части и развожу а когда уже вилка невозможно будет уже мешать трудно то в принципе перед уже руками и еще чуть-чуть жидкости хотя в принципе нормально но мне кажется она должна сейчас напиться воды ну что все как обычно колбаски для мясорубки делаю и вперед делаем варенку варенке тесто получше кататься должно оно не такое жесткое все-таки на яйцах но есть одно но так как это все-таки у яйца они могут окисляться прогоркать я это вопрос решу другим способом сверху будет ссылка я как я упаковываю бойлы я не буду вакуумировать вакуумная упаковка не так дорогая я с алиэкспрессом вакууматор покупал и с другой стороны ограничить доступ воздуха было отлично лежат до сезона пока их не открою в обычной кладовке без отопления она ниже не в ней не бывает сильного мороза либо сильного холода ну что погнали смотрите я делаю бойлы пылики 20 а варенку именно всегда 15 ну что ребят я накатал первую партию бойлов для варенки и делаю их на пароварке ну где-то по 7 минут будут прогревать но первый раз прогрею побольше потому что монтом разогревается еще это пароварка друзья у меня получился вот такой маленький ящичек вареных бойлов в принципе как сама конопля так и мука рыбная она окисляется я сварил их естественно заранее буду пользоваться не раньше и через полгода но одна надежда на то что я первое добавил сюда оксиданта это ассоциаловая кислота и второе я буду упаковывать в вакуумную упаковку вначале они посушатся два дня потом я их поставлю в овощесушилка такая есть домашняя если кому интересно тоже будет ссылка наверху я в ней чуть посушую бойлы а потом завакуумирую их и положу в прохладную кладовку где нет батарей там не холодно не тепло и она у меня прекрасно долежит то есть это не первое было с мукой именно рыбный всем кому понравился ставьте лайк ребят давайте готовиться к сезонным вместе до следующих видео